Строители уже перешли к внутренней отделке помещений, причем 100% материалов отечественного производства. По качеству они ничуть не уступают западным аналогам, к тому же их использование позволило обезопасить строителей от возможных накладок с поставками. Вы же знаете, у нас 8 тысяч детей не хватает в Венцовском районе. Основная самая тяжелая проблема здесь в Венцовском. В первый раз в Венцовском районе проводили приемы, опять приходили наши уважаемые мамочки, которые не могут от детей отправить в Венцовский сад. По 100 человек в день приходят на личный прием в управление образованием. Первоначально проект выглядел несколько иначе, но в ходе строительства были внесены изменения. В первую очередь они коснулись оформления фасада. Было принято решение отказаться от крупных элементов в пользу мелких. Они лучше воспринимаются детьми. Садик запланирован на 16 групп детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Современный пищеблок, зимний сад, столовая и бассейн, комната медсестры, просторные игровые спальни, музыкальные и физкультурные залы – все соответствуют современным стандартам. Стоимость проекта – 408 миллионов рублей. Строительство, по словам Ольги Ляпистовой, происходит в быстром темпе, и это не может не радовать. Это отрадно, потому что родители действительно, мы отметили, очень в большом количестве приходят ежедневно. И когда мы показываем фотографии, а мы фотографии делаем ежедневно, еженедельно, и показываем, что действительно от недели к неделе изменения идут, и изменения колоссальные, что стройка продвигается достаточно быстрым темпом, то есть местное население начинает нам доверять и верить в то, что в ближайшее время мы все-таки очередность закроем. После осмотра садика глава подвел итог своей инспекционной поездки. По его словам, в связи со строительством жилого комплекса «Довинчи» возникла непростая ситуация с увеличением очередей в детские сады. Жители в том комплексе, который построила компания «Текта», уже произвели ремонт и начинают сюда потихонечку заселяться. Соответственно, заселяются семьями, с детишками. У нас и так очередь в Одинцово большая, и плюс еще вот такие введены в эксплуатацию большие здания, многоэтажные здания. Поэтому садик очень актуален в этом месте. Мы специально на этом месте спроектировали детский сад максимальной вместимости. 320 детишек могут прийти, плюс 80 детей групп краткосрочного пребывания. Иванов дал поручение провести качественное благоустройство уличной территории. А еще за детским садом появится сквер со спортивными и детскими площадками. А также запланированный перенос незаконно установленных гаражей и уборка территории рядом находящегося Баковского завода.